Разве для этого он становился нардепом и миллионером? Ему инкоминируют государственную измену. Зачем было стрелять в центре города? Я, честно говоря, не знаю, кто это, но нет. Это прекрасно. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это моя личная точка зрения. И на этой неделе меня заинтересовало следующее. Российский разведчик в степях Украины, нардепа Воронько практически повесткой вызывают в Александрию, реалити-шоу «Александрийский рынок», в Кропивницком мечтают о Баквапарке и станет ли Кропивницкий Елисаветградом. Начну с транспорта, не анонсированной темы. В Верховном Совете зарегистрировали законопроект 4583. Что это значит? Его задача – улучшить работу общественного транспорта. Подготовила законопроект Яника Мерила, советница министра инфраструктуры. В нем предусматривается изменение подхода к бизнесу перевозчиков. Сейчас их доходы – это оплата за проезд и компенсация за льготников. Так вот, теперь местная власть по задумке платить будет перевозчикам не за количество льготников, а за километры. То есть маршрут выставляется на прозоро, и цена формируется с реальных затрат. Новый автобус, зарплата и так далее. И новый маршрут получает деньги за обслуженные километры. Авторы такую инновацию предполагают, что это облегчит жизнь именно льготникам. Потому что теперь перевозчикам будет все равно, сколько у них едет именно этих льготников. И деньги они получают не за них. Я, конечно, поосторожничаю с поддержкой такого законопроекта, но с интересом бы послушал бы вас, и перевозчиков, и пассажиров. Как лучше платить из бюджета за количество льготников или за километры? Так, теперь о настоящем детективе. В Кропивницком СБУ разоблачило российского разведчика. Твою мать! Они вероломно напали! Им оказался житель Кропивницкого. Он собирал данные о третьем полке спецназа, о наших киборгах и местной власти. Ну, не о киборгах. У шпиона была даже и сеть два человека. И что меня совсем не удивляет, российский агент оказался руководителем местной ячейки запрещенной коммунистической партии. Ну, как? Ну, как? А? Последователь Павлика Морозова, я так понимаю, решил поиграть в Штирлица. Свою соратницу он наверняка представлял радисткой Кэт, еще одного подельника профессором Плейщером. До зливу информации он залучил свою родичку и еще одного жителя Кропивницкого. За государственную зряду ему сообщили о подозре. Был завербован сотрудником ФСБ РФ для проведения потребной деятельности против Украины. С целью конспирации я выбрал псевдоним «Истина». Задание от представителей иностранных спецслужб я получал по электронной почте. Суть этих заданий заключалась в сборе информации об автотранспортных средствах в инослужащих третьего полка специального назначения, а также в изготовлении листовок, направленных на дискредитацию действующей власти в стране с призывами к ее свержению. Свою вину сознаю. Искренне рассказываю, что день. Агент Кремля, как пишет Гречка, например, активно пропагандировал советскую идеологию, даже был награжден расширской наградой за службу Родине. Дослужился. Ему инкоминируют государственную измену. Это от 12 до 15 лет. Но что меня как бы удивило, это же история давняя. Вот, например, 1 мая 1917 года, еще тогда возле Горсовета состоялся митинг, где озабоченные пенсионеры рассказывали про киевскую хунту и фашистов у власти. Там, я так понимаю, можно было всех вести на допрос или в разумительную беседу. Вот как льготников на маршрутке. Найдутся и те, кто будет рассказывать, что, мол, надо быть толерантнее, демократичнее, к таким российскофилам. Но нет. Все, что касается защиты независимости, это уже не про толерантность. Это относится и к таким рупорам Кремля, как Бондаренко и Герман. Подвязывается туда иногда и Надежда Савченко, которая иногда возникает в вопросе по поводу ее адекватности. И получается, что пенсионеры смотрят телевизор, видят, что там несут всякую ересь в сторону наших защитников Украины и на волне ностальгии по колбасе из туалетной бумаги за 2 рубля 80 копеек и пустым полком в магазинах и себе начинают отвечать ахинею про Советский Союз и Россию-матушку, напрочь забывая российская оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей, забывая десятках тысяч убитых в войне за 7 лет. Так что, мне кажется, на таких коммунистов нужно как-то реагировать пооперативнее. Помните народного депутата от «Слуги народа» Олега Воронько? Это тот безработный, который после победы на выборах в парламент стал миллионером. Так вот, его разыскивают. Тук-тук-тук, а вот и я. Пока не полиция. Его ищут его же избиратели и депутаты Александрийского райсовета. Дело в том, что городу нужен костный денситометр. Это прибор дорогой. Местные депутаты ищут Воронько, чтобы он помог с приобретением. Но ответит ли Воронько? Откликнется ли? Он же может подумать, что это простой развод его на деньги. Разве для этого он становился нардепом и миллионером? В паблике «Александрия без брехни» об этом прямо пишет. Мол, Воронько, избиратели хотят услышать, как Воронько беспокоится о них. Кстати, о избирателях. В комментарии к моей прошлой программе в Фейсбуке оказалось вот такое видео, так сказать, гуляния, я так понимаю, на Александрийской новогодней елке? Я, честно говоря, не знаю, кто это, зачем было стрелять в центре города, если это Александрия, хоть и воздух. Это уже забота, я так понимаю, полиции. Но я так и не увидел, что этот случай был расследован. У меня довольно много вопросов в адекватности человека с пистолетом и в камуфляже. И главное, зачем это делать? Первая мысль – это попантоваться. Вторая мысль – может, таким образом человек хотел привлечь внимание к неуместности салютов и фейерверку во время войны с Россией. А может, это один из избирателей таким образом приглашает Олега Воронько в Александрию? Как только Александр Кияшко стал директором рынка в Александрии, я с интересом наблюдаю за его пабликом, как за реалити-шоу. Кияшко начал на должности с инвентаризацией и проверок того, что было до него. Первое, на что он обратил внимание, что доходы рынка, когда он поменял контролеров, вырос в три раза. Это на примере работы только одного мясного павильона. Можно предположить, что в принципе суммы-то, вероятно, остались на том же уровне, только вот часть ее раньше платили кэшем и кому-то из руководства города или рынка в карман. И интересно, чтобы такие факты не просто были известны всем, а не чтобы дело открыли за такое возможное воровство. Ну, а дальше парковка возле Александрийского рынка. Она оказалась убыточной вообще. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. То есть, вместо того, чтобы зарабатывать, приходится еще и доплачивать. И Александр Кияшко, я так понимаю, сделает парковку возле Александрийского центрального рынка бесплатной. С одной стороны, это круто. Мотивация приехать на рынок и не платить лишние деньги. С другой стороны, это практически всегда хаос, если нету порядочной парковки, хоть и платной. Что мне нравится, это пока мне нравится. Это открытость с Кияшко и готовность решать проблемы. Загадывать наперед я не буду. Я этого уже боюсь. Посмотрим, что будет дальше. В Кропивницком будет аквапарк. Вот это поворот! Возможно. И явно не в этом году. Горсовет и Андрей Райкович провели переговоры с болгарским инвестором и находятся сейчас на этапе подписания меморандума. Дальше, я так понимаю, это встреча непосредственно с инвестором. И мне давно казалось, что для счастья в Кропивницком не хватало только моря. Мечтать не вредно. На местных пляжах все равно купаться себе дороже. И, конечно же, это прибыльно, когда в степи появится аквапарк. Для самих бизнесменов это золотое дно. То есть, летом и дети, и взрослые все там будут, понятное дело, при условии, когда отступит пандемия. В сети уже сравнивают проект создания аквапарка с постоянными просьбами тех или иных фанатов Макдональдса открыть в городе этот фастфуд. Но вот в прибыли от аквапарка я не сомневаюсь. А выгодить для Мака есть сомнения. Но тут, опять же, есть варианты. Для Макдональдса, да и для любого бизнеса важна инфраструктура. Кому он в Кропивницком, этот Макдональдс, нужен был, когда не было дороги, например, на Николаев или на Коблевские пляжи. Или, например, когда все-таки начнут строить дорогу от Донецка до Ужгорода и тоже через Кропивницкий. На таком пересечении дорог и Макдональдс, и аквапарк просто отличное место для бизнеса. Так что торопиться не надо. Бизнес сам придет и попросит место, которое уже будет для него стоить, кстати, дороже. Но это пока мои фантазии. Но если о реальности, то есть фантазия об аквапарке в Кропивницком, то в Александрии уже практически реальность. Это каток, который открывается. Ледяная арена, как я прочитал в интернете, где 10 гривен в час аренда коньков. И это прекрасно. Чем больше таких вот историй, тем лучше для и Александрии, и Кропивницкого, и Кропивницкого области. Дай бог, чтобы и в Гайвороне открыли каток, и аквапарк, и тому подобное. Так, Елисаветград, Елисавет, Зиновьевск, Кирово, Кировоград, Кропивницкий. А какое название будет у нашего города через 10 или 20 лет? В судах продолжается разбирательство по поводу переименования областного центра в Кропивницкий. Есть несколько точек зрения. Первая – это позиция нардепа Ларина. Переименовывать город должны сами жители города. И название Кропивницкий было не самым популярным в результате опросов, когда это решение выносилось. Вторая точка зрения – дело сделано. Верховная Рада переименовала город. И теперь остальное дело привычки. Оба вопроса легко становятся политическими, ведь они эмоциональны, а значит прекрасное поле для манипуляций с обеих сторон. Честно, мне уже неинтересно особо мнение людей старшего возраста. Ну, даже моего особого возраста. Мне интересно, что думают молодежь, те, которые через лет 30 возьмут и по-своему переименуют Элиса Эрдград, Кировоград, Кропивницкий. Поэтому, молодежь, если есть варианты, пишите в комменты. А на этом все. Пишите, лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме как для российских разведчиков на Кировоградщине. Пока.